Друзья, всем привет! Сегодня, наверное, главная новость. Арестовали на два месяца Игоря Гиркина, попросящий Стрелков, который начинал войну на Донбассе, который продвигал идеалы русского мира, русской весны, который развязал войну на Донбассе, чтобы режим Путина и дальше существовал и так далее. Благодаря такому, как Стрелкову, 9 лет на Донбассе нет мира, украинские города в руинах, многие тысячи людей с обеих сторон погибли за эти 9 лет, и мирные люди. И теперь сам Игорь Стрелков, Игорь Гиркин, сидит за решеткой. Игорь Гиркин якобы, почему на него возбудили дело по экстремизму, Гиркин якобы заступился за российских десантников, что им не платят бабки за то, что они там участвуют в военных действиях. И что Гиркина посадили. Вы видели, чтобы десантура вышла, или морпехи, или какие-то другие рода войск за этого Гиркина, за этого, ну, патриота в кавычках? Никто не вышел, потому что никто не хочет оказаться рядом с Гиркиным, правильно же? Есть режим, при котором исчезло конституционное право, права человека, честные выборы, когда деньги тратятся не на здравоохранение, образование, науку и так далее, они тратятся на ракеты, танки и на дворцы олигархов. И Гиркин был таким послушным сом, не знаю, вот этого режима. И теперь режиму Гиркин не стал нужен, и от него просто избавились. Он сел на два месяца, я думаю, что у него нет хороших перспектив в России, и никто не выйдет за него. И наоборот, если вот смотреть телеграм-каналы, везде только аплодисменты. Украинские каналы, российские каналы, просмотрел каналы ЧВК Вагнера. Да, там говорят только, что Стрюкова надо бы не садить за решетку, а лечить. Ну, грубо говоря, что его надо бы осадить в дурдом. То есть вот человек жопу рвал 9 лет, развязал вот такую войну. Еще его обвиняют в том, что он причастен к теракту, сбитый, помните, малазийский Боинг. То есть человек прожил свою жизнь бесславно, да, за какие-то левые интересы. Это сигнал всем тем, якобы таким патриотам, да, которые еще питают надежду какую-то, что-то критикуют там Минобороны, хотят дойти до Берлина, но говорят о проблемах в армии. Будут дальше так же делать, как Гиркин, будут так же сидеть. Что-то мне кажется, друзья, что мы на пороге грандиозного шухера.